В начале 1980-х годов основатель и участник дуэта Modern Talking Дитер Болин открыл звезду мировой поп-эстрады – Си Си Кетч. Однако он в равной степени приложил руку и к творческому перерыву певицы. Не захотел вовремя принять её самостоятельность, отпустить свободное плавание. Тем не менее, сейчас Си Си Кетч остаётся легендой. Её песни заставляют старшее поколение предаться ностальгии. Поэтому она часто и гость ретро-концертов в разных точках мира. Каролина Катарина Мюллер родилась 31 июля 1964 года в нидерландском городе Оз в семье немца Юргена Мюллера и голландки Кори, девичестве Трейд. С раннего детства девочка демонстрировала недюжный интерес к сцене. Родители поддерживали её начинание, хотя желали для дочери иного развития биографии. Хотели, чтобы Каролина стала портнихой. Собственно, по её указанию, после школы Мюллер поступила на дизайнерский факультет, а в свободное от учёбы время работала на ткацкой фабрике. В 1979 году семья Мюллер переехала в Западную Германию. Каролина быстро нашла занятие по душе. Уже в 1980-м примкнула к немецкому женскому квартету «Оптимал». И на карьере портнихе пришлось поставить крест. Родители благосклонно восприняли стремление дочери стать певицей. Особую роль сыграл отец, который в начале карьеры Мюллер выступал в качестве турменеджера и продюсера. В 1985 году эти посты занял Дитер Болин. Участник «Модер Токинг» услышал Каролину Мюллер на одном из выступлений в Гамбурге. В тот же вечер Болин пригласил девушку на прослушивание в свою студию BMG и подписал контракт, дав старт её сольной карьере. Он придумал юному дарованию сценическое имя «Сиси Кэтч», сложив её инициалы английская «Каролина Катарина» со словами «Кэтч» с английского «Улов-перехват», подразумевая, что таким голосом, лицом и фигурой можно зацепить любого мужчину. Первым результатом совместной работы с «Сиси Кэтч» и Болина стал сингл «I Can't Lost My Hair Tonight». Изначально он сочинялся для «Модер Токинг», но немец решил, что текст и музыка слишком элементарны для группы. В исполнении «Сиси Кэтч» трек достиг 13-го места в Германии. «I Can't Lost My Hair Tonight» стал беззаговорочным хитом среди 12 песен дебютного альбома «Catch the Catch» 1986 года, на обложке которого, кстати, фото домашнего питомца-певицы. Сочнённый в популярных стилях синтепоп и евродиско, он достиг 6-го места в Германии и Норвегии, 8-го в Швейцарии. Особо популярными стали треки «Jump in my car» и «Strangers by Night». Авторство всех текстов в альбоме, а также их аранжировка принадлежит Дитеру Болину. Через 8 месяцев после релиза в декабре 1986 года вышел второй альбом «Сиси Кэтч». Через 8 месяцев после релиза в декабре 1986 года вышел второй альбом «Сиси Кэтч». «Welcome to the Heartbreak Hotel». Сейчас каждый из 10 треков хорошо известен не только старшему, но и современному поколению. Эти песни, без которых не обходится ни одна тематическая вечеринка в стиле 1980-х. Амарчилл выпуск лишь тот факт, что клип на «Heaven and Hell», а также обложку альбома напоминают итальянский хоррор «Люччо Фульчи. Седьмые врата ада» 1981 года. Возможный плагиат стал поводом для короткого разбирательства, которое завершилось в пользу «Сиси Кэтч» и Болина. В 1987 году на радиостанции ворвался трек «Like a Hurricane» наименного альбома певицы. Хотя все 9 композиций гремели из колонок во многих странах мира, пластинка удостоилась упоминания лишь в чартах Испании 25-е место и Германии 30-е место. Спустя год «Сиси Кэтч» выпустила «Big Fun», самыми известными песнями с которой являются «Backseat of your Cadillac» и «Nothing but a Heartache». «Сиси Кэтч» и «Болина» работали вместе до 1989 года, выпустили 12 синглов и 4 альбома. В результате 8 синглов вошли в топ-20 мировых чартов. Один альбом удостоился попадания в топ-10. Причина творческой размолвки состоялась в нежелании Болину дать своей подопечной немного свободы. Если в молодости неопытная певица могла без зазрения совести петь написанные кем-то песни, то с возрастом она захотела внести материал к крупицу личной жизни. Категорический отказ Болиной послужил поводом для расставания с лейблом BMG. Примечательно, что за сценическое имя «Сиси Кэтч» пришлось побороться. Болин считал, что права на псевдоним принадлежат ему. На судебных разбирательствах признали автостроза певицей. Разгневанный Болин подал на свою бывшую протеже в суд, пригрозив «Я отберу тебя все, я тебя уничтожу, ты еще приползешь ко мне на коленях». И в самом деле после многочисленных судебных процессов отнял у певицы права практически на все песни и попытался запретить ей выступать под псевдонимом «Сиси Кэтч». Дитер Болин действительно пытался запретить мне выступать под именем, рассказывала звезда. Он собирался сам выпускать диски под этим брендом, но судья решил, что я должна оставаться с Сиси Кэтч. А у Дитера Болина прав на мой псевдоним нет. Лишь спустя годы певица призналась, что ради сохранения творческого имени заплатила Болину круглую сумму – 5 миллионов долларов. Последствия конфликта с Дитером Болином оказались более тяжелыми, чем она ожидала. Ее возлюбленный, барабанщик Франк Отт, предпочел остаться с Болином. Продюсер уже успел предложить ему место ударника в своем новом проекте «Блю Систем», и парень согласился. Каролина в то же время ждала ребенка, но Франк, которому хотелось творчество, а не семейных забот, открестился от отцовства. «Я не имею к этому никакого отношения. Бывшие возлюбленные прекратили общение навсегда. Ребенок Сиси Кэтч на свет не появился. Не было у нее детей и позже. Что быть счастливой, женщина не обязательно должна иметь детей», – рассуждала спустя годы Сиси Кэтч и грустила. «Конечно, у матери и ребенка особое отношение. Будь у меня малыш, я отдавала бы ему все свое время». В 1998 году звезда предприняла еще одну попытку построить семейное счастье и вышла замуж за инструктора по йоге. Однако брак через три года распался. На сей раз потому, что детей не было. В канун новогоднего телешоу в Испании Сиси Кэтч встретила Саймона Напьер Белла, бывшего менеджера группы Уэм. Вскоре он взял певицу под крыло и обеспечил ей контракт с компанией Метрономы. Ее первый и единственный альбом на этом лейбле называется «Hair What I Say». Он вышел в 1989 году. В создании финального студийного альбома Сиси Кэтч помогли Энди Тейлор, экс-гитарист из группы Дюран Дюран, и Дэйв Клейтон, который работал с Джорджем Майклом и У-2. Семь из десяти песен певица сочиняла в соавторстве. «Hair What I Say» разошелся большим террором, чем «Big Fun» и «Diamond Hair Grads Hits» 1988-го, вместе взятые. Что говорит об умении Сиси Кэтч работать свободным художником на собственных условиях. В альбоме слышится не только синти-поп и евродэнс, но и хаос, фанг, а также популярный в те годы нью-джек-свинк. Отсутствие свежих пластинок дискографии Сиси Кэтч с 1989 года не означает, что ее творческая карьера завершилась. Так, в 1991-м певица впервые посетила Советский Союз. Она выступила на благотворительном концерте, посвященном жертвам аварии на Чернобыльской АЭС. Также Сиси Кэтч рассталась с метронома на хороших условиях, а свободное время посвятила духовному развитию, медитации, йоге и сочинениям новых песен. Лишь в 1998 году артистка снова вышла на сцену, создав дуэт с немецким рэпером Crazy. Сиси Кэтч формально не выпускала новые альбомы. Заботу об этом взял на себя Дитер Болин. Он тиражировал сборники лучших хитов и ремиксы одним за другим. Всего вышло 12 альбомов в период с 1990 по 2011 годы. На них не содержится ни одной свежей песни. Впрочем, Сиси Кэтч радует своих давних поклонников редкими обновлениями. Например, в 2004 году она записала сингл Silence, который достиг 47-й строчки в Германии. В 2010-м состоялась премьера песни Unborn Love. Записанная вместе с Хуаном Мартинесом. Планировалось, что она станет первой с нового альбома, но творческая коллаборация так и не состоялась. Самая свежая песня от Сиси Кэтч это Another Night in Nashville. Записанная вместе с Крисом Норманом, экс-гитаристом Смоуки в 2014 году. Сиси Кэтч приписывали роман с Дидером Боллином, однако фактических подтверждений этому не найдено. В 1980-е годы немец воспитывал троих детей со своей супругой. В 1998-м певица нашла любящего мужа, который работал инструктором по йоге. Их отношения продлились три года. Насколько известно, сейчас Сиси Кэтч свободна и бездетна. Живет в Германии. Основной деятельностью Сиси Кэтч по-прежнему остается творчество. Она частый гость в тематических концертах, посвященных музыке 80-х годов. Певица часто выступает в России в рамках фестивалей радиостанции Ретро-ФМ, Авторадио, Еворпа Плюс и другие. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимает много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.